На заседании Кабинета Министров правительство рассмотрело ряд законопроектов, которые предстоит принять в Госсовет у Республики и другие актуальные вопросы. Самой обсуждаемой стала тема строительства и ремонта дорог. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии отчиталось о работе за последние три года. Большое внимание уделялось ремонту дворовых территорий, многоквартирных домов, а также проездов к ним. На сегодняшний день отремонтировано 639 дворовых территорий и 330 проездов. На эти цели было направлено почти 314 миллионов рублей. Также на заседании в поле зрения были дороги республиканского и местного значения. На местных автодорогах за отчетный период выполнены работы на 3 миллиарда 726,7 миллионов рублей. В том числе на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений освоено 1 миллиард 614 миллионов рублей. На ремонте автодорог выполнено на сумму 1 миллиард 869 миллионов рублей. Отремонтировано 512 километров автодорог, в том числе 289 километров в границах населенных пунктов сельских поселений и 56 километров в границах муниципального района. Остальные региональные дороги. Глава Чувашии поручил министру транспорта и дорожного хозяйства доработать вопросы по снегоуборочным работам на дорогах, по установлению камер видеофиксации, вернее по срокам покрытия ими территории всей республики, а также по возможной реконструкции терминала аэропорта. У них оригинальные перевозки, Уфа, Самара, Саратов. Надо восстанавливать некоторые маршруты. Задача здесь заключается в том, чтобы мы собственность республики, имущественный комплекс, аэропортовое хозяйство должны с инвесторами отработать и терминал реконструировать. В таком виде, конечно, он не может оставаться. Это вчерашний день. Еще одной темой, обсуждаемой на заседании Кабинета министров, стал вопрос об установлении прожиточного минимума в Чувашии. По данным Минздрава, его величина в третьем квартале 2014 года по сравнению со вторым снизилась на 2,5% и составила 6793 рубля. Снижение обусловлено уменьшением цен на продовольственные товары. В основном за счет уменьшения цен на картофель, овощи и фрукты. В целом на 230 рублей. Незначительное снижение цен наблюдается на молоко, сыр, творог и растительное масло, в связи с чем затраты на их покупку сократились на 12 рублей. В результате увеличения цен на мясопродукты, яйца, хлеб и хлебопродукты расходы возросли на 92 рубля. На непродовольственные товары расходы снизились на 6 рублей, на услуги на 12 рублей. Кроме того, на заседании правительства обсудили и вопросы, связанные с подготовкой к юбилею Константина Иванова. В мае 2015 года исполнится 125 лет со дня рождения автора бессмертной поэмы Нарспи, творчество которого является достоянием всей мировой культуры. В честь этого события 2015 год объявлен в республике годом Константина Иванова. Константин Васильевич Иванов молодые годы, он очень красиво писал, и поэму Нарспи, если взять, в той школе его учил, наверное, сейчас многие из вас могут рассказать, кто знает чувашский язык. Вот такие творческие люди должны у нас появиться. Потому что одно дело, мы празднуем эти юбилеи, мы позиционируем, это воспитательное значение имеет, идеологическое значение имеет, пропагандистское значение имеет. Другое дело, мы культуру чувашскую должны дальше развивать. На совещании кабинета министров также обсудили создание автономных учреждений Чувашии, подготовку граждан к военной службе и ряд других вопросов. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.